Это из-за пандемии? Да, потеряли работу. Гречечки прикупил, 20 упаковок, мешок муки взял, не знаю зачем. Она работает на хлебозаводе, приходится работать на двух работах, ей очень тяжело. Общий враг, он сразу всех объединяет. Сегодня едем в Дедовск, семья, 12 детей. А сколько человек будете сегодня кормить? По прогнозам, около 100 человек. Ни в коем случае нельзя перестать помогать. Мы сейчас на нашей основной кухне, здесь мы обычно делаем бургеры, мы с 2013 года делаем крутые бургеры. Алексей родился в России, но с родителями переехал в Америку. Там он закончил факультет журналистики и вернулся в Москву. Здесь открыл отель, потом был турбизнес, но ни с тем, ни с другим не сложилось. Я делаю пиццу, все знают, что я ее ввел. Бургеры тоже, это вся моя рецептура, поэтому когда у меня проблемы, я иду на кухню, я готовлю. Алексей научился готовить бургеры. Появилась сеть бургерных. До пандемии все было хорошо. До прошлой недели мы потеряли 20% дневной выручки, на этой неделе уже 40-50. То есть, ну, как снежный ком продолжает все заваливаться. Еще в начале карантина Алексея впечатлила новость о мигрантах, которые застряли в московских аэропортах. Их государства закрыли границы и отменили рейсы. Люди были в отчаянии, жили у стой к регистрации. В новой газете вышла статья Лены Костиченко, я прочитал в субботу вечером, в воскресенье утром написал ей, спросил, где сейчас кто есть, мы можем через пару часов приготовить. Приехал на работу в воскресенье, 150-200 обедов приготовили. Ну, как бы это реально несложно. Валентина Чупик – защитник прав мигрантов, руководитель некоммерческой организации Тонг Жахани. Валентина помогала тем, кто застрял в воздушной гавани. У многих тех, кто сейчас находится в аэропортах, закончились или заканчиваются в ближайшие дни документы. Они не знают, как их продлить, или они знают, с какими огромными трудностями будет связано это продление, поэтому они не хотят с этим связываться, и они пытаются улететь. Проблема остается в Внуково. Там осталось 42 узбека, порядка 70 таджиков. И есть некоторое количество людей разных других граждан. Алексей не скрывает, у него повара тоже из числа приезжих, как и в большинстве столичных заведений общепита. Гульнара Ибраимова из Киргизии. В Москве пятый год. У вас там семья? Семья. Кто там у вас? Дети, трое детей. Четверо детей. Обалдеть. Трое пацанов. Самая младшая дочка у меня. Она в шестом классе учится. По ней я скучаю, но придется работать в Москве. Здорово. А вы как? Вы не бываете там вообще, да? Ну, каждый год один раз. На заработки приходится уезжать, потому что на родине работы нет. Или зарплаты маленькие. Прокормить большую семью там сложно. Как вам ситуация, которая сейчас вот случилась, в том числе с вашими? Ой, я, честно говоря, вот с утра до вечера здесь работаем, я вообще не слышала. Потом мы все, вот всей командой начали делать эти. Алексей написал пост в соцсетях с просьбой к коллегам помочь ему в приготовлении еды для мигрантов. В числе тех, кто откликнулся, Катя. Я привезла пирожки. Часть из них с капустой, часть из них с повидом с яичным, которые я тоже сама варила, очень вкусные. Екатерина Прилепская, кондитер. Своё производство у неё с 2013 года. Я самозанятая. У меня маленькие заказы кондитерские. И с началом вообще вот этой пандемии они у меня все отменились. У меня никогда такого не было. Я работаю в этой сфере 7 лет. И всегда всё было достаточно, ну, было хуже или лучше, но относительно ровно. Сейчас за две недели у меня сняли практически все заказы. Пожалуйста, что такое хуже? Сейчас вам сейчас подпореду. Я вот ездил в Домодедово лично. В Домодедово, конечно, было такое интересное зрелище. Они многие там сидели уже сутками, кто-то неделю. Было видно, что мы как элементы их такой защиты негласной являемся. Больше чем, то есть это было важнее, чем кормить их. В общей сложности два месяца столичный ресторатор обеспечивал горячим питанием нуждающихся. Мы ещё кормили после этого несколько проектов, которые у гражданского содействия организации мы им помогали. Потом у себя на районе на Полянке управа нам подключила программу местные инвалиды или кто-то. То есть ежедневно приезжали волонтёры, забирали еду. Сейчас из трёх бургерных у Алексея осталась одна. Из 25 сотрудников всего несколько человек. Вот маленькая-маленькая кухонька, где сейчас два повара вовсю готовят бургеры. Я помню, женщина какая-то, вот мы с ней ещё готовили, такая хорошая, душевная такая была. Да, 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 она работает. Пандемия заставила всех и каждого прогнуться под изменчивый мир. Не тут-то было, сказали благотворители. Пусть лучше он прогнётся под нас. Общий враг, он сразу всех объединяет. Враг действительно упаковал всех по домам. Люди остались один на один с собой, пустым холодильником. Многие из них без работы, удалёнки. Появилось определённое время и уж точно появилось понимание о том, что победить его можно только если мы будем вместе. Вот меня лично удивило то, насколько быстро, прям молниеносно многие НКО перестроили абсолютно свою деятельность и стали заниматься такими вещами, которыми они раньше никогда не занимались. Масштабы пришли совершенно неожиданно. Мы же изначально открыли сбор на полтора миллиона рублей. В полной уверенности, что мы и этого не соберём, потому что когда нет истории какого-то конкретного человека, на которого ты собираешь, а так вот вообще, собирать достаточно сложно. Во-первых. Во-вторых, сразу же возникает вопрос, а где государство? Благотворительный фонд «Живой» ни на что не рассчитывая собрал невероятную сумму пожертвований. 280 миллионов рублей. Это в 10 раз больше их привычного итогового финансового отчёта. Сбор открыли на покупку врачам средства индивидуальной защиты. Если мы говорим, это были не только сборы на больницы, это были общие сборы и на пациентов, и на программы. Но если мы говорим исключительно про больницы, то 184 больницы получила от нас помощь. Одна из крупных добровольческих организаций в России – Ассоциация волонтёрских центров. Существует 6 лет. Объединяет свыше тысячи фондов и более 1 миллиона добровольцев по всей стране. Именно они запустили флешмоб помощи «Мы вместе». Люди хотели, они ждали, и компании, и бизнесмены в том числе, и многие организации ждали нечто подобного, потому что ощущение, что ты можешь быть полезен, готов что-то дать, оно у многих возникало. У нас в первый день пришло 900 заявок от совершенно разных, начиная от того, что у меня есть автомобиль, или куда отправить 5000 рублей, заканчивая тем, что у нас 200 килограмм овощей. По данным Ассоциации волонтёрских центров, около 25% россиян готовы стать волонтёрами, но не знают, что именно для этого нужно. Пандемия развеяла сомнения, подтолкнула людей к благотворительности. Люди разобрались внутри себя, что это такое, услышали и пришли. И у нас средний возраст, например, в акции волонтёра – 34 года. Обычно 25 лет. Пришли люди осознанные, люди взрослые, состоявшиеся. Когда мы спрашиваем у наших россиян и в августе, и в апреле 2020 года, кому в случае необходимости вы бы обратились за помощью, если бы находились на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции? У нас 20% россиян, то есть каждый пятый взрослый россиянин, 18 лет плюс, по всероссийской репрезентативной выборке сказал нам о том, что он обратился за помощью к волонтёрам. Начиная с марта количество безработных выросло на 47%. Сейчас их почти 5 миллионов человек. Благотворительные фонды, рестораторы и неравнодушные люди начали делиться с людьми едой. Как сегодня ужин? Вкусно? Очень. Очень, девушка вкусная. А тут всегда вкусно. А вы сюда часто приходите? Да. И Саша такой гостеприимный, он всегда такой у нас, ну, просто замечательный человек. Мы очень довольные и всегда ждём его. А вы где-то недалеко живёте здесь? Да, рядышком. А вы сами откуда? Я с Саранской. Я с Саранской. Какая-то ситуация сложная? Ну, немножко попали, да. Это из-за пандемии? Да, потеряли работу. И вот пришлось... Да вы что? ...два года уже. Сколько? ...полгода. Я медсестрой работала на Родсолнце. А что сейчас делать? Ну, пока то рекламку раздадим, то что-то ещё. Пока не можем найти никак работу. Фонд «Ночлежка» начал раздавать талоны на еду ещё в 90-х в Петербурге. И вот уже 30 лет помогает бездомным начать жить обычной жизнью. Во время пандемии филиал «Ночлежки» открылся и в Москве. Для нас этот год – это очень важный год. Мы два с половиной года шли к тому, чтобы консульционные службы, ночной автобус и проекты «Ночлежки» в Москве заработали. И этот год как-то у нас всё получилось. Сейчас здесь пока нельзя ночевать, но уже можно восстановить документы. А пока ждёшь в своей очереди к соцработнику или юристу выпить кофе. Для многих людей, которые живут на улице, кофе – это такая редкая роскошь. Сегодня кофеварит директор «Ночлежки» Дарья Байбакова. Десять лет она работала финансовым аудитором. Когда пришла в некоммерческий сектор, то её зарплата сократилась вдвое. Когда долго работаешь в коммерческой компании, иногда выступает момент, когда перестаёт хватать какого-то смысла в жизни. Виктор в прошлом архитектор, но сейчас бездомный. Закончил МГУ, факультет архитектуры и земледелия. Виктор родился и вырос в Ростове-на-Дону, но сейчас вернуться некуда. Старый дом уже развалился. Самому восстановить не под силу. Подрабатывает промоутером. Сегодня ночевал недалеко от ночлежки, на белорусском вокзале. В ночлежке Виктору помогут восстановить документы. Ещё он надеялся переночевать, но сегодня пока не получится. Приют всё никак не откроется. Как только будут оформлены все бумаги, здесь смогут жить 24 человека. Здесь у нас три комнаты. В каждой комнате будет по 8 мест. Две мужские комнаты, одна женская. Потому что по статистике у нас 81% бездомных – это мужчины. Здесь люди, которые здесь будут жить, они смогут приходить готовить еду себе сами. То есть средний человек будет жить полгода. Половина людей, которые проходят через реабилитационный приют в Петербурге, например, они не возвращаются на улицу. Вы на какого-то актёра похожи? Да, да, да. Именно с этих. Из Гардемаринов, по-моему. Да-да-да, здесь с тобой. Давно приходите в ночлежку? Нет, второй раз это. Оно только открылось. Как вам здесь? Ну, более-менее, наверное, здесь. Прядчиков не хватает. Потому что народ приходит иногда голодный, что-нибудь съесть, это святое дело. Вы сейчас голодные, да? Ну, мы не очень голодные. Вот, пряночки, пусины. Сергей по образованию инженер. Говорит, что родился в Александрии и работал в МГУ. В какой-то момент лишился жилья. Сначала жил у друзей, снимал общежитие. Но из-за отсутствия прописки не мог найти постоянную работу. И вот уже 20 лет Сергей живёт на улице. Подрабатывает актёром в массовке, раздаёт рекламу. Сергей тоже пришёл сюда в надежде переночевать. Где вы ночевали сегодня? Мы в подъезде. А как к соседям относятся? Как к соседям находятся? У меня уже любят в подъезде. Жить в подъезде, это ещё надо суметь договориться. Например, с Сахарной. Вот, потом с кем-то. С управляющим домом, где кто сейчас там садится. А так люди, которые не могут договориться, они живут или на вокзале, ездят на электричках на ночных. Вот, или где они у нас ещё ночуют. Или спят в метро, например. Творческие люди тут собрались? Да, да. Все люди обычно всегда думают про бездомных, что это вот обязательно какой-то пьяница, которая лежит на асфальте, и, значит, весь грязный, немытый. Но большинство бездомных людей не выглядит так. У нас были бездомные люди, которые были инвестиционными банкирами в предыдущей жизни. У нас были люди, которые были топ-менеджеры, которые приходили к автобусу. Во время первой волны пандемии с марта по июнь бездомные голодали как никогда. Многие благотворительные организации не могли получить официальные разрешения и перестали раздавать горячую еду. Тогда ночлежка придумала акцию. Они призывали людей оставлять на заборах пакеты с едой для всех нуждающихся. А после запустили в Москве социальный автобус. Каждый вечер по будням сюда заезжает водитель Саша из проекта «Ночной автобус». Он забирает из офиса ночлежки горячие ужины в термосах. Их заранее привозят из ресторанов города. Рестораторы предоставляют их бесплатно. А сколько человек будете сегодня кормить? По прогнозам около ста человек. Александр Москвич. У него трое детей. Старшему 14. Какое-то время жил в Петербурге. Там и познакомился с ночлежкой. Работал в автосервисе. А в свободное время как волонтер помогал кормить бездомных. Как только узнал, что ночлежка открывается в Москве, то сразу вернулся в столицу. И попросил взять его на работу водителем. Слушайте, а вообще за пандемию... Ну вот как-то изменилось? Не знаете, работа с бездомными? Вообще что-то для них поменялось? Знаете, я могу сказать, что с пандемией стало больше. Но что-то сначала... Это что, стройки бы закрывались? Скорее всего, это связано. Сегодня Саша кормит бездомных по двум адресам. Около Ленинградского вокзала и у метро Новогиреева. Но перед этим нужно заехать за свежесваренным кофе. Его бесплатно варит московская кофейня. Можете сейчас просто рассказать отдельно, что сейчас вы забираете, куда везете? Здесь мы забираем концентрат кофе. И потом едем на точку сбора с волонтерами. Там сгрузимся. И едем кормить людей. Покажите, что достали. Это на сколько человек? Я сейчас скажу вам, на сколько это у нас получится. Это у нас получится приблизительно 7 литров. Это не кофе, это концентрат. Это будет разбавляться кипятком. Пропорция 1 к 3. Будет человек просить чай, нальем чай. Будет просить кофе, будем наливать. То есть кому хватит? Да. У вокзала к Саше присоединяются трое волонтеров. В ночлежке есть несколько правил. Первое. Волонтеру можно быть не чаще раза в неделю. Иначе выгоришь. А второе. Не выходить из автобуса, пока Саша не разрешит. Волонтеры не выходят из машины, пока их не позову я. Сурово, да, вообще? Есть риски. Сейчас я быстренько оценю обстановочку. Оцените, звучит. И возможно, что вы выйдете пораньше. Выйдите живыми. Девочки, входите. Далее. Сегодня у нас в основной еде будем раздавать сосиски. Откуда картошечка получается вам? Кто дал? Это частное лицо нам предоставляют. Вот такие у нас котлеточки еще сегодня. Небольшая подготовка. Тарелок, приборов, хлеба. Сейчас начинаем раздачу. Картошка ты была. Да, я буду доказать. Все, прошу вас. Сперва за едой подходят женщины и пожилые люди. Только потом мужчины. Все бездомные слушаются Саши и волонтеров. Если кто-то начнет драться, то автобус сразу же уедет. Так, друзья, вас очень много здесь. Какая прелесть. А вот помощь такая на члешке важна, да, что поужинать? Обязательно. Саше большое спасибо. Он нас всех кормит. Одевает. И шампуньку нам дает. И мыло. А мы довольны. Мы довольны. Сколько всего бездомных в России не знает никто. По оценкам на члешке в Петербурге их около 50 тысяч, а в Москве все 150. В среднем бездомный может прожить на улице 6 лет, а потом умирает там же. Поздравляю всех с Новым годом. Был такой тяжелый год. Надеюсь, что следующий год будет сильно лучше. Поздравляю я вас всех с Новым годом. Еще раз желаю крепкого счастья, удачи и всего хорошего. Чтобы у них не было невозможных положений. Чтобы у них было все отлично. Так, за наступающим счастья вам, здоровья, самое главное. И чтобы вы всегда были, чтобы ваша добра, красота не уходила с годами. Спасибо, девочки. Меня удивило, что обычно бездомные, ну вроде не так, люди охотно жертвуют. А вот, например, ситуация там с ночлежкой, что столько сейчас людей подключилось и помогает им. Да, вы знаете, просто вот там очень как бы интересный был процесс с помощью. Потому что в начале пандемии, видимо, многие испугались за свое благосостояние. Кто-то потерял работу и сразу очень резко снизился уровень пожертвований. А потом, ну началась такая широкая информационная кампания. Вот и ни в коем случае нельзя перестать помогать. Потому что, ну, фонды, если фонды сейчас останутся без поддержки и другие НКО, да, помогающие НКО, то пострадают люди, которые ждут от них помощи в свою очередь. Столичную инициативу кормить нуждающихся поддержали и в регионах. Чувствуем себя тяжело, конечно, как и все, я думаю, заведения в нашем городе. И не только в нашем, а в всей России. Шеф-повар одного из ресторанов Архангельска Ксения Грошикова делится впечатлениями от работы в карантин. У нас больше половины в отпусках. Вот, конечно, у меня сейчас два человека на смене. Ну, я и водитель. Здесь готовят на вынос, но заказов минимум. Владелец этого кафе терпит убытки. Тем не менее, предложил часть обедов раздавать бесплатно. Десять порций горячей еды ежедневно забирала Оксана. Оксана – руководитель местной благотворительной организации «Мост». Они помогают людям с ментальными нарушениями. На обеде сегодня те, у кого есть какие-то запросы к специалистам, они звонят специалистам и записываются для решения своих проблем. На обеде сегодня четыре человека. И потом после обеда еще могут прийти три-четыре человека. Организации «Мост» 20 лет. Здесь люди с особенностями развития получают разного рода помощь. В том числе их обучают социально-бытовым навыкам. До карантина подопечные центра готовили себе обед сами. Специалисты фонда именно что учат их все делать самостоятельно. Мы научили своих подопечных штукатурить и красить стены. Шьем маски для себя и для сотрудников. Миша за 30. Он живет с родителями. В центр приходит каждый день. Здесь поддержка и общение. Мечтает Миша о работе. По образованию он повар и пекарь. Вот только никуда не берут. Карантин закончился. Так мне вот надо в центр занятости будет идти. Надо. Я же вроде как с учета не снялся. Сейчас в центре никого нет. Все по домам. По обедам Миша с социальным работником Мариной несут еду Лене. Лена у нас находится в доме риска. Поэтому мы носим ей обеда на дом. Архангельск в целом пример для подражания. Здесь очень развита взаимопомощь. Благотворители настойчиво развивают идею помогать своему соседу. Соседи это не просто живущие рядом. Это помогающие другу. И возродить вот это самое. Мне кажется сейчас самое время возродить вот это соседство. Которое дает возможность помогать друг другу. Может быть за какой-то из дверей одинокая мама с малышом. И она не может оставить его, чтобы сходить за молоком. А вы именно сейчас собираетесь в магазин. И вы можете по пути купить для нее свежего хлеба и молока. В Архангельском регионе около двух тысяч некоммерческих организаций. Более трехсот самых активных находят поддержку у коллег из ресурсного центра «Гарант». «Гарант» знакомит благотворительные фонды и бизнес. Сейчас трудно ждать большой помощи. Каждый помогает насколько может. Мы видим свою роль, чтобы выстраивать вот такие вот точечные взаимодействия, которые могут дать возможность тому, кто хочет помогать, помогать. Но при этом не умереть самому. А тому, кому нужна помощь, легко ее получить. Много лет центр «Гарант» выстраивает общение фондов и местных предпринимателей. Может быть, поэтому, когда ввели карантин, бизнесмены сами, первые, стали предлагать свою помощь. Сегодня на обед у нас чай, свежие капусты, бульон. Был еще третий суп, уже закончился. Эскалопы, курица, рулеты мясные. Много разных гарниров. Предприниматель Сергей Червинный предложил свою помощь летом. Тогда, когда его коллеги от бесплатных кормлений уже отказались. Я предложил «Гаранту» свою помощь. Вы смотрите, у нас есть возможность помогать. Мы осуществляем доставку. Они быстро нашли подопечных, пенсионеров, которым трудно выбираться из дома, чтобы приходить и самим забирать еду. По образованию Сергей экономист. Всегда очень любил готовить. Когда его предыдущий бизнес по оптовым продажам перестал приносить прибыль, он открыл столовую. Сергей вкладывался в развитие. Долго собирал профессиональную команду. А тут пандемия. В марте был просто караул. Я просто метался, думал, что мне делать. Закрывать бизнес полностью или попробовать развить доставку. Тем более планы о развитии доставки вынашивались где-то уже полгода. Хотелось очень сохранить команду. Сергей сумел сохранить всех сотрудников. Их восемь. Иногда бесплатные обеды владелец столовой развозит сам. Больше полугода три семьи получают от его заведения еду каждый день. Людям сложно, они в сложной ситуации. У них малый достаток. У них есть дети, которые, скажем так, не могут себя сами обеспечить. Поэтому просто один горячий обед – это маленькое доброе дело. В океане сложности. И вот и все. Поэтому мы будем продолжать этим заниматься. Сергея уже и не просят о помощи. Но он так проникся к подопечным фонда «Мост», что решил кормить их бессрочно. Добрый день. Пожалуйста, горячий обед. Приятного аппетита. Спасибо вам, Сергей. Всего хорошего. С наступающим Новым годом. Спасибо вам тоже. Всех благ. Все будет хорошо. Я Петров Евгений. Мне 36 лет. Я нахожусь на инвалидности на третьей группе. Я проживаю с мамой. Она тоже пенсионер-инвалид. Вот уже полгода нас бесплатно кормит. Каждый день Сергей. Мы ему очень благодарны. Он наш кормилец. Замечательный человек. Очень добрый. Я хочу поздравить его с наступающим Новым годом. Пожелать ему успехов в работе и в жизни. И хочу также передать привет организации «Мост». Поздравить всех с Новым годом. Всем привет. Поздравляю всех коллег-предпринимателей с Новым годом. Мы с вами в этом году испытали на себе очень серьезный удар. Для многих это было концом бизнеса. Для кого-то это обернулось в развитие. Для кого-то это было золотой серединой. Помогло взбодриться, окрепнуть, открыть себе новые ресурсы, новые возможности. В общем, узнать о том, что мы сильные люди. Нас не сломят трудности. Поэтому следующий год будет наш. В следующем году мы вернем все, что потеряли, и приумножим. Вольно и невольно благотворительное движение во время пандемии охватило всю страну. Да, Наташ, добрый день. Сейчас сделаем хорошо. Сейчас сделаем. Договорились. Ага. До свидания. Это такое определенное наполнение внутреннее, которое просто видно, когда люди, предприниматели, разные там люди были, да, учителя, соответственно, кто-то там студенты. Все объединялись, была общая задача. Допустим, там мы каждый день развозили, допустим, продуктовые наборы. 500 наборов каждый день там в течение почти трех месяцев. Предприниматель Рустам Айзатулин дома особо не сидел даже на карантине. Рустам – волонтер. Во время пандемии ни на один день мы не останавливались. А сейчас уже такие акции проводятся, уже точечные, там каждые 2-3 недели. Местные жители деревни Афонина собрались у школы. 25 семей получат продукты питания. Меня зовут Татьяна Афанасьевна. Сейчас я одна живу, но у меня отдельно живет дочка с сыном. Сын инвалид, вот, мужа нет, муж год назад умер. Естественно, она работает на хлебозаводе, приходится работать на двух работах. Ей очень тяжело, потому что все дорого, где-то приходится репетиторов нанимать. Вот, в общем, тяжело. И всем нам, наверное, сейчас тяжело жить. Все, мы вместе, ребят, мы вместе. Помощь от группы предпринимателей Нижнего Новгорода. Они же активисты движения «Мы вместе». Это Рустам пригласил к сотрудничеству своих коллег. Сам же он стал известен на всю страну, когда в самый пик пандемии нашел возможность обеспечить нуждающихся индивидуальными средствами защиты. Во время пандемии мы отшили порядка 10 тысяч масок. У нас есть рядом здание в собственности, там находятся арендаторы, у них швейный цех. И во время пандемии, во время первой волны, соответственно, производство остановили. Поэтому мы организовали удаленно. На дому у нас швей шили маски для нас на заказ, а мы их, соответственно, раздавали волонтерам. Рустаму 39. Параллельно он развивает несколько бизнесов. Основное уже как четвертый год. Это производство фурнитуры для агрохолдингов. А снастки для выращивания овощей оказались самым прибыльным вложением за много лет его предпринимательской деятельности. Десять лет, как у Рустама, есть и производство рекламной продукции. Весной здесь печатали символику для общественного движения «Мы вместе». Бесплатно Рустам предложил сам. В целом, большую часть своих доходов бизнесмен вкладывает в развитие. У нас есть развивающая школа для детей, в принципе, на пару лет. Есть, соответственно, сети сервис-центр по обслуживанию архотехники. Офис тоже здесь и в нижнем. Сейчас будем запускать производство фибриллированного шпагата. То есть так что-то делаем. Рустам с детства был нацелен на результат. Школа с золотой медалью. Академия МВД с красным дипломом. Служил в полиции в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Уволился в звании капитана. Больше десяти лет занимается бизнесом. Теперь вот и волонтер. Я в определенный момент времени понял, что праздные жизни – это не для меня. То есть праздные жизни – это можно посвятить свою жизнь каким-то увлечениям, каким-то хобби. Мне это не зашло абсолютно. Соответственно, волею судьбы, так сказать, я попал в российский народный фронт. Опора во всех начинаниях Рустама и его семья. Приятного аппетита, девочки. Я блинчик съел. Дома у него цветник, жена и три дочери. Так, моя супруга Мария, старшая дочь Амина, средняя дочь Карина и младшая дочь Ярина. Совсем скоро у супругов Айзатулиных появится четвертый малыш. Многодетный отец и успешный бизнесмен не собирается оставлять идею адресной помощи нуждающимся. Всех с наступающим Новым Годом. Пожелать самое главное, что мы все не одни, мы вместе. Мы однозначно преодолеем этот вирус, этот коронавирус. И все в России будет хорошо. С Новым Годом. Глобальное участие российского отечественного бизнеса в период пандемии в помощи людям, оно оказало неизгладимое впечатление на мышление руководителей компаний, HR, PR-директоров, которые перестали к этому относиться как к чему-то там. С точки зрения PR-акции, они понимают, что это часть их стратегии развития, что их компания может действительно менять город, помогать людям. И это очень круто. Как есть, настоящие богатыри не перевелись еще на земле русской. Один из них – Виктор Золотарев. Я играю богатырей, князей. У меня была борода вот такая мощная. И последний золотой орде сыграл воеводу Новгородского. Очень, конечно, охота быть таким и в жизни, как в кино. То есть помогать людям быть сильным и смелым, храбрым и добрым человеком. Такой богатырь Виктор и есть. Это не государство ничего. Я от себя это делаю, от своей семьи. Поэтому я вас поздравляю. Крепкого здоровья вам. Вот продукты питания там все. Будьте здоровы. Виктор – актер. Но роли пока от случая к случаю. Потому он получил второе образование – диплом психолога. Но зарабатывает не тем и не другим. У него магазин обуви. Текла жизнь своим чередом. А тут – коронавирус. Я сам поддался панике. Реально поддался панике. Я гречечки прикупил там 20 упаковок. Мешок муки взял. Не знаю зачем. Ну, честно, вот я… Мешок муки я реально не мог поднять его, оторвать от земли, когда я его нес домой. Я приехал домой жене. Вот мука, вот гречка, такой хомяк, да, все в дом, в дом. Муж приезжает с мешком муки домой. Я так говорю, и что мы с ним будем делать? То есть, ну, как бы, конечно, было такое удивление. Ну, видимо, вот этот страх, да, как бы день-два у нас закрыли магазин. Мы с этим мешком. И тут он приходит, говорит, все, я решил, мы этот мешок раздадим. Это, куда раздадим? Тут мне идея, да, такое озарение приходит, что надо все это раздать. Вот то, что я набрал, надо раздать. Я вспомнил мудрость такую очень хорошую, да, что когда тебе плохо, помоги тому, кому еще хуже. Написал Виктор объявление, повесил на входе в свой магазин. И у меня просто телефон разорвался. У меня звонил он без перерыва просто. Вообще люди просили о помощи, люди там спрашивали, как это все, как это сделать, что нужно для этого, какие документы. Я сначала там, ну, паспорт просил, маломайские там, знаете, отчетности, для отчетности. Потом уже не просил, потому что уже пошло, что только народу там нет паспорта, еще что-то. Я говорю, ладно, ничего не надо, нуждайте, значит, берите. Мы вставали утром, ездили, закупались продуктами, что покупали там. Ну, продукт первой необходимости. И развозили по адресам, ездили с ней вместе. Соль, мука, рис, сахар, молоко. Девушка написала ВКонтакте, что бабушка Валя плохо видит, плохое зрение, но и родственников никого нету, помочь некому. Пенсия маленькая. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут к вам вызвала помощь гуманитарная. Человек предоставляет гуманитарную помощь от себя. Я хотела бы вызвала, попросила, чтобы... Ой, спасибо, здоровья вам. Не откажусь. Сегодня едем в Дедовск. Семья, 12 детей. На прошлой... Позавчера были мы с супругами. В Истринском районе. Семья многодетная, 16 детей. Теперь я официально лицо, волонтер. Вот два дня отдохнули немножко на Пасху. Продукты все закончились. Вот, полный закуп сегодня. Супруги Золотаревы шутят сами над собой. Мы, Чип и Дейл. Как и мультипликационные герои, они спешили на помощь всем нуждающимся Истринского и Красногорского районов Подмосковья каждый день на протяжении двух месяцев. Помогли 500 семьям. Передали порядка 800 наборов продуктов питания. Вот, как и во всех нормальных семьях, мужчина болтает, женщина работает. Вот, опять загрузились продуктами. Очень много стало обращаться людей, эмигрантов. Для нас, еще раз, да, повторяю, нет разницы, какой человек национальности. Если ему реально нужна помощь, если реально человек сидит без еды, мы готовы помочь, мы будем помогать всем. Когда свои сбережения закончились, дохода не стало, магазин был закрыт. Закупать продукты супруги стали на средства, которые им перечисляли неравнодушные люди. Может быть, то, что помогали они и им сделали подарок – дом. Ну, ее надо закрыть, Роман. Отойди. Так она у тебя долго будет разговариваться. А у нас как получилось с этим домом? Мы же в квартире жили, на съемной квартире. Вообще, 15 лет мы на съеме с женой. И мы очень захотели, конечно, перебраться на землю. Но возможностей, конечно, не было. Мы там и за квартиру-то нечем было платить. Вообще, Виктор и Ирина родом из Киргизии. Оттуда переехали сначала в Калининград, а затем в Москву. Здесь у них родственники, которые и стали их добрыми волшебниками. Тут нам родственник говорит, дача, ну, говорит, правда, там домик такой, его, наверное, сносить надо, говорит. Забирайте себе, говорит, ну, потом рассчитайтесь. Ну, мы приехали, посмотрели, нам все понравилось. Теперь у богатыря есть дом. Магазин возобновил свою работу. В продаже появилась одежда. Пока Виктор на работе, жена Ира с детьми. И к старшему Роману 13, Андрею 8, Арине 4. А вот я шел и думал, кем я хочу стать. Думал, пока шел. У него просто часто меняются мнения. Он то строителем хочет быть, то путешественником. Я хочу миллионером стать. Помогать? Да. Хорошая профессия. Даже вот у меня там остается, я не знаю, там тысяча на карте, я все равно 500 возьму, отправлю. То есть, ну, я такой человек, я не могу отказать людям, потому что я понимаю, что им тяжело. Но я не лопух какой-то, да, я не даю там... Я вижу, когда люди пытаются воспользоваться мной, какие-то там аферисты. Ну, слава богу, таких мало, да. Но вот такого удовольствия, как от благотворительности, когда помогаешь людям, я не испытывал никогда ранее. Золотаревы оформили благотворительный фонд. Назвали «Надежда». Летом число обращений почти и не было. Но пришла вторая волна ковида. Летом был спад такой значительный, там, может, 10 человек в месяц. А сейчас опять как бы начали обращаться. Сейчас вот ежедневно, сейчас мы начинаем уже опять включаться, помогать. Запал быть полезным у Виктора не иссякает. Может быть и потому, что хорошо знает, что такое быть в отчаянии, болеть или в чем-то остро нуждаться, потерять надежду. Шесть лет назад у 37-летнего богатыря случился инфаркт. Сердце отказалось работать. Говорит, была клиническая смерть. Но получилось вернуться к нормальной жизни. Теперь благодарит за ту судьбу добрыми поступками. Всех поздравляем. Счастья, здоровья, радости, любви. Желаем. Всего хорошего. Вписать свое имя в историю добрых дел можно и в 2021 году. Стать волонтером Всероссийского движения «Мы вместе» или поддержать работу благотворительных фондов. Их сайты вы видите сейчас на экране. Субтитры создавал DimaTorzok